Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия, к правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят, нас с Аней простят тоже, и все поедут домой. В метро. Дрезина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, поймаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет же. Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише. Что ты? Товарищ полковник, за Димитом зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задрается нахуй. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на Дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть, подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. Как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю флешку проешь. Даже не сомневайся. Герман, стоп-машина. Аброру отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас делаем. Степан остается за старшего. Все ясно? Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Не семья, что ли? Или чуть-чуть, чем муську. Это точно. Видишь, как склон вскрыла? Интересно. Золотой. Повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 г. Да и так. В общем, неплохо получилось. Так, так. Молковник, гермарк по проводу. Сезон вышли. Он нормальный. Я в вашу возвращение. Прием. Отлично. Конец связи. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы уцелим. О, это дрянское место число. Зря мы сюда ехали вообще. Хм, ну и, собственно, где мой велкам коммити и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Задавитесь. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встрепят. Ну вот, нас ждут. Пусть загонят по туннелю и спускайтесь на лифте. Питание все. Воздух чистый. Маски можно снимать. Тут все как-то. Непонятно, куда комендарская рота смотрит? Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Сэм. Идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на докладного лица. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заглинит тебя. Это же сам министр. Че на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети. Но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? А-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Продолжение следует... Продолжение следует... Пока я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор Говаль. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь! Вы же... Вы же просто людоеды гребаные! Спокойнее? А то у вас случится разлетие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить. Анализы сделай. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу! Плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрази! Не один! Не уйдешь! Не один! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот. А я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите отговориться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень до войны еще надо было! Но я сейчас вас уроню! Вы же чмразь эту! Надо было, что они с тебя пока не осталось! А теперь покушаем! Правительство! Мы сосуды! Охренеть! Артем! Погады! Держи! Полковник, сэро! Марика, ой, сэр, хватит! Всех их! Всех ногтем! Но сначала найди Аню. Простите. Сейчас будут вам угощения. Жениться! Субтитры сделал Dima. 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 Дима. Субтитры сделал Dima. Дима. 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 Диа. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...